Дни Зульхиджа. Прекрасное время. Самые лучшие дела, совершенные перед Аллахом, это дела, совершенные в Дни Зульхиджа. Проксаласам сказал. Нет более лучших и любимых перед Аллахом дел, чем благие дела, совершенные в 10 дней Зульхиджа. И даже борьба на пути Аллаха у посланника Аллаха и даже борьба. Даже борьба не сравнится с тем благом, который ты совершаешь. Когда человек думает, что же совершить, что же сделать хорошее, и сразу ему приходит на ум помочь кому-то финансово. Садака. Потому что это в наших руках. И садака в Дни Зульхиджа увеличивается наградой даже больше, больше, чем в Дни Рамадана. Вспомните месяц Рамадан, как мы пытались, хотели накормить бедняков, помочь нуждающимся, сделать ифтары и так далее. Зарабатывая тем самым награду. Но в Дни Зульхиджа мы должны быть убеждены в том, что награда за совершенные садака увеличивается. Увеличивается даже больше, чем в Рамадан. Садака удивительная сделка с Аллахом. Во-первых, человек, совершающий садака, не теряет ничего. Проксаласам говорил. Садака не уменьшает имущество. То есть, человек тратит на пути Аллаха, а он возвращает в другом месте. Также садака – это доказательство веры мусульманина. Проксаласам говорил. Садака является доказательством, доказательством веры человека. В своем пути к Аллаху верующий человек допускает грехи и ошибки, иногда гневит своего Господа. И здесь садака выступает помощником. Проксаласам говорил. Садака тушит грехи, как вода тушит огонь. Также Проксаласам говорил. Скрытая садака тушит гнев Господа. Также в жизни человека постигает трудности и болезни. И здесь садака выступает помощником. Проксаласам говорил. Лечите своих больных с помощью садака. То есть, совершая садака, мы просим Аллаха излечения нашим болезням. Садака защищает человека от внезапной или от скверной кончины. Проксаласам говорил. Совершение благого избавляет человека от скверной кончины. Когда человек оставит этот мир, садака даже в его могиле выступает как помощник. Проксаласам говорил. Поистине садака тушит огонь могил тем, кто совершал ее. То есть, если даже человек подвергается наказанию могиле, и здесь садака помогает ему. Садака в судный день покрывает человека тенью. Проксаласам говорил. Семь категорий людей, которых Аллах покроет тенью в тот день, когда не будет другой тени. И среди них Проксаласам упомянул человека, который, совершая пожертвование, совершает пожертвование так, что его левая рука не знает, сколько тратит правая. Также садака защищает нас от наказания ада. Проксаласам говорил. Бойтесь ада хотя бы половинкой финика. Садака удивительная, удивительная вещь. Удивительное поклонение Аллаху спонталя. В любое время, в другие времена и особенно большую награду человек зарабатывает в дни Зульхиджа. Поэтому не упусти и этой возможности. Даже 100 рублей, 50 рублей, 1000 рублей. Каждый человек, на столько, сколько он может. Каждый день совершай садака и зарабатывай великую награду.